Царица Небесная И, конечно же, прежде всего хочется поблагодарить Матерь Божию буквально за все, за все те благодеяния, которые Царица Небесная устрояет в жизни нашей земной, за все те милостивые, благие дары, которые она посылает каждому из нас для того, чтобы мы все имели возможность наследниками быть жизни вечной. И самое главное, благодарим мы Матерь Божию за то, что она сподобилась быть этим пресвятым чудным образом в нашей святой обители. Мы после запричастного стиха слышали такое сказание об этой иконе Божией Матери, сказание, которое оставил нам раб Божий Василий, ныне уже наверняка покойный. Там он описывает всю историю этой чудотворной иконы. Сказания об иконе Скоропослушницы и чудесах от нее, составленные рабом Божиим Василием, владельцем этой аконской иконы. Честный Отче Зосиме, благословите и простите болящего, многогрешного и нерадивого Василия, у которого нет духовного усилия. Поздравляю вас с Рождеством и Крещением Господним, а также наступившим новым 1999 годом. Желаю здравия и спасения. Оставайтесь под покровом Божиим и Царицей Небесной, и будьте хранимы от всяких невзгодов. Наставниче Зосиме, вы через сестру Ирину спрашивали насчет чудес от иконы Скоропослушницы в наших пределах, то о всех которых я знаю, смогу описать, совершившихся уже при моей жизни. Вот когда я вам с образом Пресвятой Богородицы передавал письмо, в котором описывал, как мой покойный дедушка Сергей Иванович, ревнитель за церковь, отслужили Акафист у полицая, у которого находился образ. Дедушка очень просил, чтобы образ взять себе в дом, а также и народ поддерживал просьбу. Но он не отдавал, а сказал, когда мы отступим с немцами, тогда и забирай. Пришлось покориться, да Царица Небесной молиться. И вот промыслием Божиим дедушка узнал, что немцы отступают раннюю зорькой. Поспешил в дом полицая, а его уже нет и простыл уж след. Дедушка с радостью помолился Скоропослушнице и понес домой беспрепятственно. Образ чудотворный. Отойдя от дома полицая, каких-то шагов 15-20 слышится вдруг, а это шел за иконой полицаи вдруг, кричит, Сергей Иванович, куда ты понес чудотворную икону? Ведь мой друг мне пообещал. А дедушка в ходу прибавил и домой Скоропослушницу принес и благодарное моление Царицы Небесной вознес. Все люди были очень рады, что Скоропослушница к нам многогрешным попала. Иначе у того друга икона словно бы утонула и пропала. Потому что очень был гордый, насмешливый, самолюбивый и богатый. Имел крупорушку и мельницу и всякого богатства у него хватало, пока раскулачила власть советов. Я хорошо этого старика помню. Так что все люди единогласно сказали «Бог ему судья». Да, это настоящее чудо Скоропослушницы, что она к нам, хотя и многогрешным, но стремящимся ко Господу попала и доступно всем желающим стала. Так что людей на молитву очень много ходило, потому что людей с благодатным духом много было. Теперь же стремящиеся на вечность отошли, и в ихние домы телевизоры с бесами на кут святой пред иконами вошли. Страшно думать, что творится на Руси теперь святой. О жизни вечной небесной все позабыли. Пекутся о жизни временной, греховной, земной. Прельстил враг своей наукой, отуманенных людей. Прельстил также просвещенных и служителей церквей. Прошу прощения, честный отче. Через некоторое время немцы опять нас захватили, но с народом как-то нежестоки были. По своему детству я все им спевал стих. Час последний наступает. Он находится у вас в старой тетради моей памяти. Они бывало забрасывают меня конфетами и печеньями, которые могли разговаривать по-русски спрашивали, почему икона так поцарапана. Дедушка подробно им рассказывал. Они как бы с соболезнованием говорили. Русь, пан, какой же ты бестолковый! Немцы разрешили открыть у нас в школе молитвенный дом. А дедушку, как заорганизатора, чтобы он по селу приказывал святыню носить, а также и скоропослушницу отнести и сделать так, как в охране иконостас, и крыло сорганизовать. Ведь тогда еще много было церковных хористов и стремящихся ко Господу, но священника не было. И долго служили торжественно. Конечно, кроме священнических возгласов, да кроме обедни. Заменяли обедницей, потому что старики, церковнослужащие, знали церковный устав, и у всех был Божий страх. По полной школе приходили молящиеся с горькими слезами, умоляли Творца, скоропослушницу, Матерь Щедрот, чтобы избавила от захватчиков немецких, истомленной войной несчастный, согрешивший русский народ. И Господь милостью богат. Немцы не полили наших хат. Честный отче и старче за семью, прошу прощения, что тут-то тупо умный, не указываю вам точной даты, как наступали и отступали немецкие солдаты. Никак это не по моей болящей и пустой голове. Но все же опытных людей расспрашивал, и они мне рассказывали, «Вася, своей гордой силой фашисты в 1941 году оккупировали нас, и словно сильным вихрем наступали на Москву, собираясь в ней пить пиво и квас. Но не тут-то было. Через некоторое время наша бессильная кавалерия на немцев и полицаев, изменщиков родины, начала наступать. И захватчики побежали, было отступать, а дедушка забрал царицу небесную мать. Но нашу бессильную кавалерию на реке Дисне разбили, и незваные захватчики опять в наши пределы прибыли, включительно до 43-го года, до марта месяца, пока наполнилась на захватчиков гнева Божия чаша. И в 43-м году, в марте месяце, с Божьей помощью и Царицей Небесной погнала, не оглядая в чесмелая, но истомленная армия наша. Так что примерно с 41-го года, включительно 43-й год, перед скоропослушницей в школе молился за родину скорбящий истомленный народ. В 43-м году, с сентября месяца, школу открыли для учения, а святыню поразобрали на домашнее попечение и освящение. Духовно почтимый старче Зосиме, а вот еще чудо рассказывал мой покойный отец. Бывший участником войне, он попался в плен в Гомеле, или в 41-м году, или в 42-м году, в глубокоосенний период. Голодом и холодом несчастных их томили под открытым небом. Многие воины голодной и холодной смертью пали. В дневной период времени отец возвел очи с горькими слезами к небу, говоря, «Оскара, послушница Божья Мать, помоги мне от голодной и холодной смерти избежать!» И послышался невидомый глаз, «Уходи!» Бессильно дрожащими руками, как-то колючую проволоку приподнявши, подлез и пошел уходить. А надзоры с собаками прыгают, греются от мороза, но, конечно, Царица Небесная ослепила их не глаза. Пришел отец бессильный в первое попавшее село, подкрепился, отдохнул, одежду военную сбросил, вольную дали и с помощью Царицы Небесной домой притащился. Это чудо он рассказывал всем и при всех, а бывало, как только подвыпьет спиртного, все ж после войны, так с благодарными слезами, при всех перед скоропослушницей поклоны кладет и поет припевы Акафиста. «Радуйся, Всеблагая скоропослушница, прошение нашего благоисполняющая». Но пришлось и отцу всего перевидать. Когда он с плена прибыл домой, то был тоже словно на передовой, так как немцев было полно, приходилось украдыми спасаться и сил набираться. И когда силы пришли, и вот, наверное, в 43-м году, в марте, и наши пришли, отец подробно рассказал о побеге из плена, наши все поняли и в Красную Армию опять же приняли. Но отцу повезло, он обслуживал какого-то видного начальника и кормил и поил из чайника. Начальник его возлюбил и отослал отца к своему семейству у тыл. И после войны хорошие документы написал и с уважением домой к детям-сиротам отца прислал. Так как в 1945 году от Тифа в зимний период померли дедушка, бабушка и кормилица-мать, осталась на местнице тетя, отцова-сестра, которая беспокоилась до 1982 года и старалась на путь спасения нас наставлять. «Я был самый меньший, 1937 года, и болящий, но Бога хвалящий. Два брата-отступники, а сестра с 24 года, тоже стремящаяся ко Господу, проживающая у Воронежской области, читает псалтирь по усопших. Старче Зосиме, прошу прощения за ненужное для вас автобиографическое мое сообщение. Вскоре после войны отец привел мачеху. Труженица слов нет, но стремления к Богу нет. Духом потомили друг друга, смирения нет, нет добрых дел, и мы разделились в пятистеннике через стенку, во второй хате предел. У отцовском на деле осталась скоропослушница-мать, которую отец строго не позволил нам отдать. Два брата и сестра полетели на волю, чтобы где-то искать жизненную долю. Остались в пятистеннике два на два, и то часто мира нема. К нам многогрешным с тетей по-прежнему люди шли помолиться. Отец с матерью завидуют, да только девятся. Отец любил выпить и напиться. К ним таковые и шли. Курящие, смердящие, пьяные в дымину. Словно шинкарное пристанище нашли. Иногда зайду их несчастных посетить, а у них пьяниц курящих полная хата гостить. Прискорбная мачеха горько мне плачет, что из-за пьянки и табачного дыма она белого свету не бачит. Выберем с тетей время, когда пьянки нет, и начинаем отцу мораль читать, чтобы из пьяного и курящего плена отдал нам скоропослушницу Божью Мать. Но они не тут-то было. Про голодный и холодный плен скоро забыли. Года два многомилостивая, по адском плену томилась, иногда и мачеха с людями приходила, молилась. И что ж получилось? Я с тетей Анастасией, ближайшее село к престолу, введение во храм Пресвятой Богородицы, на двое суток помолиться отлучились. Отец был нормальный. Нет бы за что взяться, и мачехе отрадно было управляться. Вдруг отец с вечера подзывает материк к дверям, которые пересекают наш пятистенник, и со страхом говорит, «Послушай, Варвара, кто это такое благодатное церковное пение у сына творит? Какие-то монашествующие гости, видать, помолиться к ним пришли? И почему же они с тетей к престолу на ночь не ушли? Две ночи наслаждались через стенку ангельским пением, но к окнам не додумались подсмотреть, знать не дано им было. Мы же с тетей отпраздновали двое суток с радостей у духовной рабы Божьей под руководством монахиня Амбросии, уставницы Шамардинской обители». Наполнилась полная хата о Христе нашего брата, и духовной, и телесной пищи было полно и ровно, и домой надавали, которой, к удивлению, мы отца и матерь угощали. Отец и матерь с удивлением нас вдруг спросили, «Какие монашествующие у вас две ночи торжественно пели и гостили?» Мы отвечали, «Мы двое суток были у престоле, молились, спевали, читали, и полно еды было на праздничном столе. А это и вам пирогу принесли, праздник предсвятой Богородицы отметить, а больше ничего мы не сможем ответить». И тогда отец с матерью прослезились и говорят, «Забирайте же сейчас скоропослушницу, и пусть перед ней люди молитвы творят. О дивны дела и терпение скоропослушницы нашей о развратном и падшем роде нашим. Мы, многогрешные, с неожиданной радостью в свое презренное отделение дома образ внесли, обмыли, обтерли табачную вонету, на кут поставили и, как смогли, благодарность ей вознесли. Люди очень удивились нежданному чуду. Увидевший у нас многогрешных, но стремящихся, на куте чудотворную скоропослушницу-мать с особым благоволением преклонялись к образу, желая его облабызать. Честный отче Зосиме, простите, что не могу конкретно написать чудеса, все прихватываю автобиографию свою и родительскую, и поэтому растягиваю чуть ли не под непроходимые леса. В 1967 году грехов наших ради постигла угрожающая засуха. За весну и за июнь не прошел ни один дождь. Картошка-кормилица, привявши нагнулась. Безвремя желтеть начала и питательница рожь. Я в то время пас склохозных коров молодых, измученные зноем, да распасом засохших, бегут бедняжки-кричушки пересохшие, ищут жаждущие, хотя бы с грязью холодной воды, но, увы, и речка пересохла, и рыбка подохла. Весь народ отчаянием голодным объят. Я говорю людям, попросите священника со слезами и надеждой, берите святыню с молитвой, и Господь многомилостив нам дождик подаст. Но в те времена, гонимая на церковь от атеистов, колхозных и государственных аферистов, не так просто было священника попросить или пригласить на общественное молебствие, только лишь по справке и просьбе от сельского совета именно от этих-то атеистов-аферистов. У одной из моих посетительниц был муж-председатель, недавно оставивший свой управляющий пост. У него же было много чистых бланок с печатью. Жена попросила одну бланку, нашла какую-то грамотную Ерину, то ли Марину, и та написала от имени нашего сельсовета просьбу к священнику другого района помолиться без дождей. Священник был согласный, потому что всем угрожал голод ужасный. И еще добавил, «Вокруг поля мы не пойдем, а вы же крестьяне и стремящиеся все христиане святыню берите и по селу пройдите, а без дождей помолиться всех пригласите и пойте, что знаете от чистого сердца. Богородица, Дева, радуйся, будто еще пели «Христос воскресе из мертвых». И приходите на кладбище на могилу вашего светильника к облаженной схимонахине Серафиме, отошедшей к Господу в 1952 году. «Я вас буду на кладбищах ждать». Женщина назначила священнику день. Она знала, что на этот день вся наша местная власть поедет в район на какое-то заседание, чуть ли не на полный летний день. Ей муж подсказал. Люди потихоньку согласовывались на назначенный день. Меня, молодушного, поджаливали, говоря, «Вася, ты с нами не ходи, потому что эти безбожники тебя мучают еще со школьной скамьи. Мы возьмем у тебя только скоропослушницу-мать, которая скоро услышит и дождь нам подаст. Мы не знали, старчица Симе, что таковые иконы не разрешается носить. Спасибо Господи за ваше духовное назидание, а нас простите за наше непонимание». И вот как поехали в районы властители, христианские мстители. Толпа скорбящего народа подошла к нам, забрали скоропослушницу и со слезами пели, что знали и как хотели. Попеременно брали владычицу мира, на колени становились, крестясь под ее перенос, просили прощения и здравия телу, чтоб умолила она сына Всевышнего Бога, чтоб земли жаждущей он дождик принес. Скорбящий народ, шумящий толпою на кладбище, к могиле схемонахини Серафиме блаженный образ принес, где стоял священник в облачении. Он народ благословил, преклонил колено перед образом Царицы Небесной, и молебствие о бездождии он вознес и молитвы творил. Долго молились, томились и стар, и млад, чтобы благодать свою Господь нам послал. Вдруг ветерок прохладный пронесся, и завязшие деревья вдруг закачал. Вдруг и тучи показались, и закрыли сводь небес. Загремел вдруг гром с раскатом, и завязшие деревья зашумели, словно лес. Вот и дождик долгожданный изобильно вдруг пошел на луга, на нивы. Жалкий народ в радость весь пришел. Дождь идет, моления тоже продолжают, надо уже кончать. Детки смогшие, прозябшие, у родителей кричать. И вот благодатно-оживительный дождик большую округу вдруг оживил. Люди благодарили Господа, Матерь Творца, а также и священника, хотели его угостить. Побежали вперед к угощению. Вдруг смотрят люди, на выходе переулка в село уже стоит Бобик с милицией и нашими властителями. Тьмы мира века сего. Народ задним ходом побежали к священнику и сообщили, что его поджидает власть советов. Священник сел на мотоцикл и уехал совсем в противоположную сторону. А народ с дождиком все идут, идут и Богу славу воздают. Стояли-стояли эти когибисты-атеисты и сами измочились. И народ же идти перестал. Побежали к этой женщине спрашивать, где поп ваш? Неужели он потонул? И как он смог с другого района попасть? Эта женщина, очень смелая и находчивая, с другой подружкой таковой, как взяли в работу этих властителей? Председатель-атеист спрашивает у них, на каких основах он к вам приехал. Они говорят одно. Идем мы однажды, валяется справка. Показали грамотным. Они нам говорят, то эта справка председателям намерно подброшена, чтобы вы сходили к священнику другого района, попросить помолиться о дожде. Председатель пред милицией, как забеснуются, несколько раз их вызывали у район, у райком, в сельсовет. Но они не духовные, не грамотные, но очень смелые и находчивые, не из таких малодушных, как я. В общем, ничего им не сделали. И того священника совсем не коснулись. Принесли своевременно и скоропослушницу. И дождик спокойный, очень долго матерь землю орошал. Все в природе отрыгнуло. Зерновые и картошка, и луга покрылись, словно зеленым бархатом. Речушка ожила, побежала, и рыбка опять завилась, заблистала. В 1965 году я с тетей и мачехой совокупно, так как отец помер в 1960 году, и мы с тетей опять приняли скорбящую, одинокую матерь. Воедину сошли семью. Взялись за капитальный ремонт хаты, фундамент подводить, и соломенную крышу гнилою сбросить, и кровельным железом покрыть. Плотники, все почти пьяницы повсюду. Солому раскрыли, некоторые стропилы заменили, и шалевкой обвили. Все наладили под железный лад, и требуют спиртное. Хоть ты будь не рад, но над святыней, и над болящим, все-таки не глумились. И вот один специалист по кровельному железу, был очень насмешник великий надо мною, малодушным, в особенности над скоропослушницей. Я со старухами часто его обличали, и плотники тоже уговаривали. Гена, не лезь ты, куда не следует, а вот после трудов выпьем, закусим и пойдем. Но он над всеми на нервах играет, кощунствуя. Над скоропослушницей, что зря говорит, наберет полный рот табачного дыму, подойдет, и прямо в лик скоропослушницы так и сквернит. Как мы все с ним только боролись, но он еще клеще и чаще творил. Я со старухами говорю ему, тебя ведь за это Господь накажет. А он гордость насмешкой отвечает, а что она мне сделает? И что случилось? Сделали хату, словно дом городской. Я рассчитался, доволен работой оказался. А вот этот кощунник Гена и комбайнер хороший был. Однажды вскоре после работы над нашей хатой убирал он гречку и клевер комбайном. Напился, что дым, и гнал комбайн на стан за мост на Нововладимировку. По насыпи высокой. И не доезжая до моста, думал, что к стану подъехал. И резко по насыпи влево повернул. Так и перекинулся с комбайном под руль, который почти с полметра зажал его живьем в болотное место. Со слезами приходили ко мне читать по нем, ведь он мне двоюродный. Но я не пошел, но сказал, это наказание Божие. Я и сейчас никогда его не поминаю, ведь это явное отмщение за Царицу Небесную. И это ведь явное чудо. Простите, наставниче, и стаща Зосиме, за тупо умное и растянутое изложение, но все же понятное. Чудотворное положение Царицы Небесной в нашем селе, совершившееся уже за мою память и жизнь нерадиву в нашей семье. Мне в детстве еще предки рассказывали о страшном дореволюционном пожаре, случившемся в нашем селе. Трудоспособные выехали на уборку насущного хлеба. Лишь немощные старики да детки остались у каждой семьи. А погода стояла жаркая, сухая, и порывистый ветер вдоль по селу. Сначала села загорелись под ветер хаты с соломенными крышами. Надо же случиться вдруг горы сему. И заполыхал истребляющий пожар, словно московский. Не хватало сил, чтобы его затушить. Летели горящие снопы по обе стороны, с хаты на третью, на пятую, словно стараясь село сокрушить. Пока люди приехали с поля в селение, страшный пожар продолжал бушевать. И оставалось совсем уж немного до храма, словно старался пожар и храм истребить и пожрать. Люди отчаянно прибежали и со слезами пали перед скоропослушницей, прося гнев Божий предотвратить, чтобы спасла она храм со святыней, чтобы было куда помолиться ходить. И скоропослушница вопли народно услышала и отчаяния сердечные усе вдруг сняла. Ветер утих, и дым потянулся совсем в другую сторону от потерпевшего, от пожара села. Присно почтенный старче и отче засиме, а разве это не чудо владычицы и матери Бога нашего, что оставило нас душевно охлажденных, несчастных и пришла в вашу обитель, молитвенные и благодатные места. Ведь я многогрешный и документальное завещание на сестру Ирину подписал вже, со властителями принял хлопоты. Но скоропослушница чуть ли мне не ответила, о неразумной рабе, не нужны мне твои никакие заботы. Все это воля Царицы Небесной, все это непостижимая Божья власть, без которой ничего не сможет совершиться, не сможет и волос единый с голове нашей упасть. Вот и все, наставниче засиме, в наших пределах, за которые должны скоропослушницу любить и прославлять. Сам же я, нерадивый и многогрешный, никак не дерзну, чего не знаю, добавлять или отменять. Старча Зосиме, много раз прошу у вас и о прощении, что своевременно не смог вам чудес написать. Тут болеется, в голове, словно пожар сильный шумит, а тут сестра Ирина с Виктором приедут отведать и, словно миловидная мать-наставница, со смирением спрашивают и говорит, Дядя Вася, написали ли вы чудеса старцу Зосиме? Я отвечаю, нет, и вряд ли напишу. Не знаю, с чего начать и чем кончать. Сестра Ирина со смирением говорит, а разве можно старческое послушание нам нарушать? Раз старец благословляет, то Господь нам по молитвам его помогает, и тебе поможет, и все основное изложит. И спаси, Господи, бывших капитанов, не наживающих земных капиталы. По их поддержке, по вашим святым молитвам, Господь помог, изложил, как смог, но очень растяжно, но думаю, что это не важно. Так и быть, прошу прощения, и в святых молитвах меня не забыть. С тем, до свидания. Оставайтесь под покровом Божиим, под покровом Царицы Небесной, и под покровом всех святых, болящий Василий. Небольшое дополнение о чудесах Скоропослушницы, владычицы нашей Богородицы, открывшейся в 2001 году. Наставничий пастырь добрый Зосиме, благословите, в те времена, как отошел чудотворный образ Скоропослушницы в вашу молитвенную и благодатную обитель в моем презренном селе Рожковичев, Сумской области, середина Бутского района, находилась страшная банда, состоявшая из шести человек местных. Они несколько лет занимались зверским похищением колхозного хозяйства, воровали в колхозах коров-кормилец по 3-5 еженочно и сдавали мясо государству за приличные деньги в другом районе Брянской области. И вот эти рецидивисты зверски решили обязательно меня презренного и болящего душевно и телесно в ночной период времени в окно моей хижины хаты залезть и обухом убить и чудотворный образ Скоропослушницы Царицы Небесной уворовать и за большие деньги куда-то продать. И вот когда блатнешь это, положила на свое сердце словно иуды-предатели образ чудотворной Скоропослушницы похитить а меня бессильного смерти предать. Тут уж не стерпела владычица мать. Однажды глубокой темной ночью зверские хабарники везли три тушекоров на сдачу и как говорят народе простите столкнулись с милицией носом к носу. Милиция их без боя арестовала и осудили давши строгого режиму одному десять лет второму восемь лет третьему пять лет а остальным под богода строгого режиму. И вот эта новость открылась одни же в 2001 году. Это настоящее чудотворное наказание владычицы мира скоропослушницы Царицы Небесной меня презренного и беспомощного отнезапно смерти спасла рецидивистов на исправление в тюремное заключение предала а сама чудотворным образом по молитвам Отца Зосимы в ваши благодатные и молитвенные пределы отошла. Дивны и непостижимы дела Царицы Небесной покровительницы рода христианского Но это было когда-то он описывал это в далекие времена Но мы все с вами являемся свидетелями тех чудес которые Царица Небесная посылает каждому из нас уже в наше время в современном мире Одно только то что эта икона находится в нашей Святой Обители это уже и есть чудо потому что Раб Божий Василий в некоторое время хотел ее и в Глинскую пустынь подарить его пустынь но Царица Небесная восхотела находиться в обители Батюшки Зосимы и мы сейчас все предстоим перед этим прекрасным и чудотворным образом который мы видим с вами не в том состоянии когда Раб Божий Василий ее пожертвовал она была обычной доской закрашенная половой краской но стараниями усердиями трудами ныне покойного Батюшки Алипия эта икона сейчас преобразилась и находится в таком состоянии в котором мы имеем возможность ее созерцать это прекрасный образ чудотворный от которого невозможно отвести глаз перед этим образом хочется молиться днем и ночью как постоянно не хочется от него уходить и действительно когда наше сердце чувствует любовь Царицы Небесной к нам то мы готовы молиться ей постоянно но мы и должны это делать мы не только должны Матерь Божию призывать когда находят на нас какие-то скорби болезни искушения мы должны всегда ее благодарить каждую минуту жизни нашей за то что она послала нам и родила нашего спасителя за то что Матерь Божия явилась именно благой ходатайцей она за каждым из нас перед своим Сыном возлюбленным и дай Господи чтобы Матерь Божия всегда пребывала с нами чтобы Матерь Божия неотступно держала свой покров над всеми нами с вами и дай Господи чтобы конечно же мы воздавали ей как Матери Божией чтобы мы любили ее всем сердцем своим чтобы мы прибегали к ней не только когда у нас горе или болезнь или еще какие-то искушения или испытания чтобы мы всегда прославляли ее пречистое имя всегда чтобы мы молились словами Богородица Дева Радости Благодатная Мария Господь с Тобою благословен ты в женах и благословен плод чрева Твоего ягоспаса родила и си душ наших аминь с праздником иконы Божией Матери скоропослушницей приветствую вас всех дорогие братья и сестры и сейчас будете все прикладываться к образу Царицы Небесной именно скоропослушницей именуемым потому что очень скоро и очень быстро Матерь Божия слышит нас в наших просьбах в наших нуждах в наших заботах именно в тех которые ведут нас всех к жизни вечной храни вас всех Господь ангеловам всем хранителям Игорь Негода Субтитры создавал DimaTorzok